Республиканская акция Жатахана. Соответственно, и в городе Алмате данная акция была проведена. У нас на учет взято 202 общежития. В нем, мы опять-таки, хочу подчеркнуть, что провели профилактическую работу. Не проверяли, а профилактическую работу по соблюдению правил пожарной безопасности. При визуальном осмотре были, предварительно, тоже были нарушения. Вот, правил пожарной безопасности. В данном хостеле проводилось? В данном хостеле акция данная не проводилась. Почему? Потому что хостел, он всего лишь функционирует со слов администратора полтора месяца. Можете, пожалуйста, проговорить? Вот вы говорили там... Можете не мешать, мы берем интервью, вы прям обрываете на половину. Можете? Про проверку уже сколько минут говорите? Ну, полтора месяца он функционирует, полтора месяца. Здесь, со слов, опять-таки, администраторы проживали иностранцы тоже. Сейчас устанавливаем, с каких они республик и так далее. Все, как все. Что произошло? Вы говорили о горении матрасов. Что-что? Что? Можете, пожалуйста, вкратце объяснить, что вообще произошло? С чего начался пожар? Ну, предварительно, я еще раз говорю, в подвальном помещении были складированы матрасы. Матрасы не такие, они ортопедические матрасы. То есть, сделаны... То есть, внутри есть проволок или как-то... Ну, афетический матрас. А это из-за чего? Не ватные матрасы, а? Вы говорите, горение. Там, может, курили или что? Не могу сейчас. Сейчас следственная оперативная группа создана. Республиканская сейчас с министерства во главе с министром. Мы выехали на место происшествия и создана следственная оперативная группа. А тела уже вынесли, да? Тела уже вынесли, сейчас на опознание в МОК повезли. А погибшие и пострадавшие граждане Казахстана? Не могу утверждать сейчас. Пока сейчас устанавливаем, потому что это невозможно, потому что в них при себе не имелось документов. А можно узнать там женщины, дети, старики? Нет, детей однозначно нету, женщин среди погибших тоже нету, одни мужчины среднего возраста. А что администрация говорит? Получается, они драйвы? То есть только мужчины среднего возраста? Да, да, да. Спасибо. Мужчин, матрас, ортопедический, да, загорился? Да. Ну, ортопедический нет, я не могу сказать его. То есть они не ватные, а вот как, а стролок. А по предварительной версии, что, как они могли загореться, матрасы? Это они в подвальном помещении, да, находились? Подвальное помещение, которое было переоборонено в хостел, да. То есть это не затронуло? Спальное помещение, да. Ну, конечно, не затронуло. В подвальном помещении свои есть назначения. На данный момент какая ситуация уже прошла? На данный момент в 6 часов 22 минуты мы полностью пожар ликвидировали. Почта пожара составила 30 квадратных лет. Сейчас какие следственные оперативные... Сейчас, да, создана комиссия. Будет создана и правительственная комиссия, и республиканская комиссия. Во главе с министром уже комиссия от МЧС уже сюда вылетела. Будет создана комиссия? Создана уже, и вылетела сюда, направлено, в город Алматы, с Астаны вылетела. Можно, пожалуйста. Что сейчас с теми, кого эвакуировали, кто пострадал, где они находятся? Сейчас, насколько я знаю, у тех, которые эвакуировали, сейчас решается вопрос по их распределению по дополнительным жилищам, общежитиям и так далее. Это занимается Акимат. Вопрос не к нам. По поводу сложности, все-таки это дом не первой свежести, может быть, какие-то были проблемы с построением? Этого я сказать не могу. То есть, в ходе тушения, имеете в виду? Да. В ходе тушения тоже, нами было то, что установлено, что пожарная сигнализация была, но все-таки сработала. И лично средств пожаротушения я не заеду. А хостел занимал только подвальное помещение или первое этаж? Первое и подвальное помещение. Можете, пожалуйста, представить? Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Алматы, полковник Атыгаев Нурлан Болжанович. Атыгаев Нурлан Болжанович. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.